Поехали! Продолжаем разговор. Что это такое на самом деле? Вы теперь все узнали о паразитах. И, наверное, захотите стать человеком без них. Ну, а помогать вам в этом деле взялся наш добрый автор-сказитель Захар Белинский-Рерат. Я надеюсь, слово «доброе» не прозвучало как-то так уж очень мягко в нашей сегодняшней передаче. Ну, ладно. Вопросы больше не принимаем. Первая половина была посвящена тому, что вопросы вы могли задавать. А теперь, друзья мои, я сейчас посмотрю, что там к нам пришло из вопросов и начну их задавать. Поехали! Валерий, вопрос. Здравия-Рерат. Возможно ли полностью избавиться от паразитов? Занимаюсь очищением организма уже долгое время. Полностью сменил систему питания. И, тем не менее, сознаю, что в организме продолжается противостояние. Получается, что полностью от них избавиться нужно перестать есть вообще, не говоря уже о духовном развитии. Ну, первый вопрос. Можно ли от них полностью избавиться? Да. Полностью от паразитов избавиться можно. Для того, чтобы от паразитов полностью избавиться, необходимо создать в организме среду, которая будет для паразитов как северный полюс для человека. То есть кровь должна быть щелочной, лимфа должна быть в состоянии золь, то есть жиденькая, лимфа должна хорошо течь, кровь должна омывать все поверхности, все области человеческого тела, все органы должны работать функционально, нормально. И в такой ситуации, даже не применяя какую-то специальную антипаразитарную программу, черви внутри человека сдох. Очень часто бывает, что человек пытается просто червей уничтожить, просто убить червей и все, не устраняя тех причин, которые привели к возникновению паразитозы. А эти причины – это всегда нарушенное кровоснабжение, это всегда большое количество невыведенных из организма продуктов клеточного распада и так далее. Поэтому нужно очищать организм достаточно сильно. Понятно, человек этим занимается давно, возможно, он многое из этого делал, но, как я убеждаюсь на практике, очень важны детали. Вот расскажу один маленький пример, чтобы люди поняли, о чем я говорю. Приходит пациент, в процессе беседы я говорю, что необходимо принимать касторку. Человек говорит, я уже касторку принимал, и толку от этого не было никакого, никакой эвакуации у меня ничего не было. Что такое касторка, я знаю, и не надо мне ее предлагать. И когда у человека начинаешь интересоваться, а как вы принимали касторку? Он говорит, ну я принимал касторку вот с мандариновым соком. То есть там касторку отдельно взял, выпил сам по себе, а потом запивал ее мандариновым соком. И говорит, у меня ничего не произошло. Я же ему говорю, вы попробуйте так, как надо это сделать, то есть перемешайте ее с грифрутовым соком, с мандариновым, с грифрутовым, и перемешайте именно, и выпейте. И посмотрите, что будет. И он так сделал, у него действительно пошла эвакуация, и все стало так, как оно должно быть. Поэтому в деталях очень много смысла. Если, проводя какую-то терапию, вы где-то в деталях где-то что-то упускаете, во-первых, без массажа живота любая противоглистная терапия, она как минимум половинчатая, если не сказать больше. Потому что при помощи массажа живота, при помощи правки живота, мы восстанавливаем естественное кровоснабжение. Без восстановления естественного кровоснабжения, без удаления венозного лимфатического застой из тканей, избавиться от паразитов в принципе невозможно. Потому что вы в одном месте их уберете, они будут переходить в другую область вашего организма, там, где этот застой на данный момент сохраняется. То, что вы изменили свое питание, это хорошо, наверняка сделали его более щелочным, но при этом даже питаясь полезно, необходимо понимать, что самой полезной пищей нужно употреблять за один раз, не более стакана, не более 200 мл. Тогда у вас не будет переедания. Если вы даже самой полезной пищей переедаете, то вы ничего хорошего для вашего организма не делаете. Есть патологичные микроорганизмы, которые питаются, допустим, брожением. То есть, если вы, к примеру, перешли на растительную пищу, но кушаете очень много, в вашем кишечнике будут идти обширные бродильные процессы. Это тоже вызовет, если вы, к примеру, питаетесь переизбыток мясной пищи, у вас гнилостные процессы идут в кишечнике, а здесь будут идти бродильные процессы. Но хрен редкий не слаще, потому что тоже большое количество патогенной микрофлоры в кишечнике. Кишечник не работает, нарушение идентификации и так далее. Поэтому все должно быть в меру. Причем, принимая те же самые овощи и так далее, нужно удостовериться в том, что они действительно нормального качества. Ну, и так далее, и так далее. Там очень много нюансов. Целую передачу нужно делать касаемо питания. Ну, а так, наверное, на вопрос, касаемый физического изгнания паразитов, наверное, я в какой-то мере ответил. То есть, получается, человек, которому ты рекомендовал, он не смешал вместе касторку с грейпфрутом, а он сначала выпил касторку и потом грейпфрутом запил, да? Изначально, будучи у другого специалиста, он получил рекомендацию выпить касторовое масло отдельно, а потом запить мандариновым соком. Не получив никакого эффекта от терапии, он пришел уже ко мне, и мы разбирались с ним. То есть, он сказал, вот, я такой-сякой, я лечусь, а мне ничего не помогает. Такой вот был, такая постановка вопроса. И мы начали разбирать, что же вот все-таки он делает, и что же там не помогает. И оказалось, что вот в некоторых мелочах были неточности. Когда эти неточности исправили, все пошло на лад. Смешал грейпфрут, сок и касторку, и все нормально стало, да? Да, 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 да. Понятно. Вот по поводу того, как там недостаточно только что-то принять, нужно еще и пузико подавить. Представьте, что вы большой-большой тюбик, и вот надо из себя это все выдавить. Поэтому жмите на пузик, и все из вас выйдет. Идем дальше. Белый ворон вопрос. Как лечить диабет? Если считаешь, что не по теме, тогда идем дальше, потому что вопросов очень много. Слушай, один момент. Вот мы не ответили на вторую часть первого вопроса. Он там говорил с духовной точки зрения. Это важная часть на самом деле. Паразитами, большое количество паразитов у тех людей, которые в своей жизни какие-то элементы паразитозы сами делают. К примеру, чтобы вы поняли, расскажу такой обычный случай. Человек болел болезнью, тяжело поддающейся лечению, скажем так. Через какое-то время он начал выздоравливать. Его состояние пришло к нормальному. Можно сказать, он выздоровел, практически выздоровел. Но этот человек хотел продолжать привычный образ жизни, который он вел, когда болел. То есть не работал. Получал деньги с государства, эту пенсию. И на них существовал. То есть не было необходимости работать. Но поскольку он выздоровел, то ему могли отменить эту пенсию. И он продолжал косить. Приходя на комиссию, он уже заучил, какие у него симптомы бывают, что, как. И вот он косил. Косил, ему продлевали эту пенсию, продлевали эту группу. Он ходил уже фактически здоровый. Вот получал эти деньги. И через какое-то время у него черви чуть ли не из носа полез. Поэтому вот имейте в виду, что бывают такие моменты. Поэтому если вы в своей жизни нигде паразитом не являетесь, то и паразитов, скорее всего, небольшая вероятность, если и будут, то это только проблема будет ваших грязных рук. Никаких вот таких душевных, духовных, кармических ситуаций. Понятненько. Ну, так вот, про диабет будешь рассказывать? Или как-нибудь в следующий раз будем сегодня про червей говорить? Ну, диабет тоже может быть причиной того, что возникает червей. Дело в том, что аскориды могут проникать в поджелудочную железу. Личинки, допустим, маленькие такие, они могут туда проникать, забивать эти сосуды, разрушать эти сосуды. Тем самым нарушается кровоснение. Я расскажу о диабетах в контексте червей. Из-за воздействия аскори, допустим, на поджелудочную железу может нарушаться ее кровоснабжение. И из-за этого выработка островками Ленгенгарса инсулина уменьшается из-за того, что общая дисфункция поджелудочной железы стала хуже. Либо же, допустим, какие-нибудь там лямбли или другие черви там завелись в 12-перстной кишке. Привели к язвам. Возникли какие-то язвы, спазмы, напряжение в 12-перстной кишке. Закрылся сфинктер ОДИ, через который проходил оттоп панкреатического сока. Панкреатический сок стал застаиваться поджелудочной железе. И, соответственно, получился воспалительный процесс и ухудшение функциональной деятельности поджелудочной железы. Вот тебе уже и симптомы диабета. Поэтому удаление червей из организма имеет значение и влияние на лечение диабета. Хорошо. Дальше Куприянов Виктор к тебе пишет вот что. Орерат, у меня недавно обнаружились паразиты, но я узнал об этом случайно. Сказал биоэнергетик. Внешних признаков никаких не ощущал. Есть какие-то стопроцентные признаки определения наличия паразитов? Да, мы в эфире уже говорили об этом. Стопроцентный признак наличия паразитов это повышение числа эозинофилов в общем анализе крови. Если эозинофилы повышены, то какие-то паразиты есть. Но вот какие, это уже определять нужно другим способом. Что касается биорезонансного тестирования, если ты проходил его, то там нужно понимать, что оно определяет информационный след. Здесь нужно спрашивать у того, кто проводит оператора, о том, какой уровень информационных этих паразитов. Потому что если у человека когда-либо, допустим, паразиты были, то они могут диагностироваться на аппарате ПРТ, они будут выходить, что вот паразиты. На самом деле показатель того, что они когда-то просто были, и прибор будет фиксировать информационный след. Можно смотреть, есть ли на первом слое, например, то есть выявляются ли паразиты вот такой в активной фазе. Наверное, так можно ответить на этот вопрос. Солнечный денёк тебе задает вопрос. Психические болезни связаны с какими паразитами, и как их вывести? Вот мы с тобой говорили, что есть паразиты, которые влияют на мозг. А конкретнее, как от них избавиться, если вдруг у кого-то там какой-то червячок в мозгах начал копошиться? Ну, что касается мозга, если паразиты уже забрались в мозг, то здесь опять же какие-то лекарственные вещества, противоглистные средства можно доставлять в головной мозг с током крови, тогда черви будут погибать. Но есть достаточно такое распространённое заболевание, когда цисты, не распространённое, но известное заболевание, когда цисты ленточных червей, вот я уже об этом говорил, что ленточный червь попадает в организм человека не в виде личинки, а в виде цистной формы. То есть в такой форме он должен был попасть, к примеру, в корову или в свинью, там развиться, и уже дальше в человека перейти в виде личинки. Но он попал в человека в виде такой цисты. Эта циста попала в мозг, одна или несколько. И вот как её достать из мозга, это уже вопрос. Можно применять, пробовать какую-то терапию делать, но есть варианты, что терапия это не поможет. И вот хоть и считается, что хирургия – позор медицины, но иногда бывают такие случаи, когда кроме хирургического вмешательства уже ничего не поможет. Хотя, говорят, хирургия – позор медицины, а раньше существовала и так называемая крестьянская хирургия, есть книги даже по крестьянской хирургии. И многие обычные врачи наблюдали за этими операциями и кое-чему оттуда учились. Есть даже записки некоторых врачей о крестьянской хирургии, о том, как крестьяне тоже вторгались, отказались от чрева, и туда-оттуда и червей вытягивали, там, ленточных, и там опухоли вырезали и так далее. То есть эти процессы описаны, но сейчас почему-то замалчиваются, хотя они описаны в книгах, в основном 19-го, начала 20-го века, после упоминания об этом. Вот Валерий уточняет, да не в мозгу они, а перехватывают управление через спинномозговой канал. Но мне кажется, что мы с тобой говорили и про то, и про другое. Есть и в мозгах, когда и такие случаи, к сожалению, случаются, там, вместо головы черведом, вместо, вернее, мозгов черведома. И бывает, что, о чем мы с тобой говорили, когда паразит перехватывает управление на других уровнях? Ну, может, конечно, и через спинномозговой канал перехватывает. У человека масса паразитов. Есть физические, есть слабо физические паразиты, скажем так. Поэтому какие вас населяют, нужно разбираться. Валерий, насколько эффективно применять перекись водорода с корнем солодки в кровь в виде капельницы? Ну, эффективно применять. Солодка является транспортным средством. Солодка усиливает проницаемость клеточных мембран, тем самым доступ лекарственных веществ усиливается. Плюс солодка является иммуностимулятором. Перекись водорода тоже своего рода является иммуностимулятором. Поэтому эффективно можно использовать другие иммуностимуляторы, другие иммуностимулирующие травы, кроме корня солодки. Но корень солодки еще тем полезен, что он улучшает проводимость клеток. Можно использовать пчелиный яд. Пчелиный яд и точно так же пиявки, они также усиливают проницаемость крови. И помощи такого фермента, как непроницаемость крови, проницаемость тканей. Проницаемость тканей при помощи гиллоранидаза. И я на своей практике замечал, что если поставить пчел, вернее постановку пчел совмещать с постановкой растворов на основе перекиси водорода, то эффект получается сильнее. Допустим, я использую свой состав РАБГ-3, когда капаю его с раствором перекиси водорода, то он действует сильнее. То есть с пчеловожалением. С перекиси водорода само собой, если он совмещает пчеловожаление, то действует сильнее. Поэтому здесь нужно еще понимать, какой из пациентов выдержит, а какой из пациентов может очень тяжело это перенести. Стеша написала, сколько информации полезной, аж есть не хочется. Да, особенно творог не надо. Творог мы знаем теперь, куда прикладывать. Вот теперь точно я знаю. Пожалуй, в магазин уже не успеваю. Да, так бы ночку провел эксперимент. Ладно, идем дальше. Вот Валерий написал следующее. Есть мнение, что человек с паразитами живет веками, и они настолько встроились в управление организмом, что уйти от них полностью уже не получится. Человек просто не выживет. Есть такое мнение о том, что паразиты формируют, вернее, с течением хода истории они формировали даже эволюцию человека. Есть мнение, что различные языки у человека сформировались под действием паразитов. Это не только черви, это простейшие бактерии и так далее. Все под общим названием паразитов. Есть такое мнение, когда говорят, что кулинарные пристрастия различных народов сформировались под воздействием тех существ, которые живут в мзре человека. Различные внешние изменения в теле тоже происходили под действием, под влиянием вот этих вот ферментов, которые выделяют черви в наш организм. Поэтому эта версия имеет право на существование, но всему этому все равно была причина, и неизвестно, хорошо это или плохо. Это данность, что такое возможно было, но как бы было это без этого, может быть, не то, что неизвестно. Может быть, известно, есть примеры, наверняка есть примеры, когда паразиты не влияли на развитие народа. Я думаю, что народы появлялись такие качественные, хорошие. Скорее всего, это те народы, это та культура, которую можно отнести к периоду, допустим, 50-60 тысяч лет назад. Потому что есть такие сведения, что примерно 50-60 тысяч лет назад к человеку подселилась митохондрия и прочие бактерии, вирусы и все остальное. То есть рассвет вот этой всей дряни начался на Земле порядка 60 тысяч лет назад. И вот тогда, возможно, пошло изменение. А до этого, возможно, изменений у таких паразитарных не было. И если вот разбирать нашу русскую историю, не историю, а бытность, скажем так, слова паразита, так и лезут. В нашу русскую бытность, то там мы обратим внимание, какие традиции существовали, какие нравы, порядки и так далее. И что существует сейчас, когда наше население подвержено влиянию множества различных паразитов. Поэтому, я думаю, это верно то, о чем говорит человек. Но хорошо ли это или плохо, это уже решать, мне кажется, по итогам, по делам, которые эти люди потом свершали в своей жизни. Ты знаешь, я думаю, здесь надо отметить следующее, что недавно в нашем прошлом появилось огромное количество специализированных предприятий по выращиванию различных животных для умерщвления. Вот до этого в каждой семье была своя личная корова, за которой следили. Были какие-то там свои животные, другими за которыми следили. И, в общем-то, люди как-то себя обеспечили тем, что необходимо было. Плюс ко всему, люди до определенного момента корродировали свои тела, а не позволяли паразитам в этом трупе размножаться. А сейчас у нас огромное количество захоронений. Просто вот куда ни посмотри, везде захоронение, захоронение. Плюс ко всему, огромное количество ферм по производству животных на убой. И если сравнить статистику потребления местных продуктов и молочных продуктов, то мы увидим, что как минимум в несколько раз, в два-три раза, производство вот этих вот животных кормов для человека увеличилось. То есть, тем самым мы и увеличили количество паразитов, которые могут селиться в этих самых домашних животных. А раз так, то и можем употреблять, хотя, ну, в большем количестве, хотя, естественно, что ветконтроль существует, естественно, что там следят. Но понятно, что при современном коррупционном уровне взаимодействия чиновников с теми, кто производит и продает, в общем-то, большая вероятность того, что паразиты могут очень легко оказаться на прилавках. И потом многие удивляются, почему это у нас такое огромное количество людей, зараженных паразитами. Вот это тоже надо все учитывать. Идем дальше. Солнечный денек. Просьба в эфир сказителю. Арерат – не только средство против золотистого стафилокока, тополиный лист и пух, но и способ применения его. Судя по всему, будь добр, озвучь. Я сейчас постараюсь озвучить, но обычно такая информация в справочном виде хранится. Это я не держу ее в голове, тут где-то в справочниках все это есть, но насколько я помню, не то, что насколько помню, следуя из логики именения трав, то там можно использовать, допустим, столовую ложку на пол-литра. Но опять же, поскольку токсичное вещество, вирусы, бактерии, грибки и так далее, может убивать только токсичное, то есть вещество, обладающее определенным видом токсичности, нужно дозировку подобрать индивидуально, то есть концентрацию подобрать индивидуально. Народ привык к тому, что есть тозировка конкретная, она подходит всем, ничего подобного. В фитотерапии такого нет. Там подбирается все очень индивидуально. То есть и количество лекарственного растения, и концентрация, и количество жидкости и так далее, и так далее, все здесь очень индивидуально. Более того, даже цикл, фаза спутника Земли, который остался у нас в детстве, тоже на это нужно учитывать, потому что когда активность жидкостных сред больше, то паразиты более активно. Соответственно, и больше вероятность их уничтожить, если фаза, допустим, у Луны менее активная, то уничтожить их сложнее. Что касается тополинового пуха, то столовую ложку на пол-литра можно заварить, попробовать там отпить малую дозу, там глоток-два, посмотреть со своим самочувствием. Если хуже не будет, то постепенно поглощать и остальное, ну и так вот выйти на свою дозу. То есть начать со столовой ложки на пол-литра. Вот при этом лучше не варить, а настоять. Просто настоять в течение получаса, потом процедить и потихонечку попробовать попить. Есть такой интересный способ употребления полыни, когда высушивается полын, после этого мелко-мелко она в порошок, прям в пыль, разбивается, к примеру, или пестиком в чаши, или при помощи кофемолки. И потом берется чайная ложечка, бросается в стакан, кипятком заливается, размешивается, и сразу ее можно охлаждать, ну там разбавлять, например, и выпивать. Вот я думаю, что похожая ситуация может быть с листами тополя, с корой осины, с корой тополя, с березовыми там делами и прочим-прочим-прочим. С точки зрения употребления. Ну да, конечно. Идем дальше. Юлона Стоянова, вопрос эфира. Доброго здравия. Скажите, пожалуйста, как проводить профилактику у детей и у младенцев до года? Благодарю. Младенцев до года, вот к попке можно привязывать, как я говорил, можно вот молоком, призмочки ставить. Вот рассказывал там в самом начале передачи, что варим чеснок в молоке до мягкого состояния, и потом, допустим, одну четвертую этого стакана вливаем при помощи призмочки в прямую кишку. Можно к анальному отверстию прикрепить там кусок творога, кусок там какой-то штуки другого, которое там поднишило мясо, на которое червя не ползает. Можно посадить его или подержать его над горшком с парным молоком. Можно применять укропное семя, вот отвар укропного семени. Можно, ну вот, допустим, маленькие дети до года, там, наверное, стоит ограничиться вот этим, укропное семя и выманивание, либо кризмы молочно-чесночные. Явно теперь мимо творожного отдела я проходить спокойно не буду. Так, дальше. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Вот-вот, врач мне так и сказал, паразиты есть у всех, ничего страшного. Идем дальше. Сергей Кустов, в эфир. Арират, иван-чай черный, сильной ферментации, имеет ли какое-то противопаразитарное действие, а также регулярное употребление грейпфруктов сопровождая яйца, может ли помочь с этим? Иван-чай – хорошее противовоспалительное средство. Иван-чай содержит в себе большое количество женского фитоэстрогена, женского гормона природного происхождения. И этот фитоэстроген, он может, конечно, стимулировать иммунную систему. Тем самым стимулируя иммунную систему, все-таки иммунная система борется с червяками, поэтому можем так вот воздействовать на них опосредованно. Если разбирать противовоспалительные свойства иван-чая, то здесь можно сказать, что иван-чай будет заживлять тот кишечник, те области кишечника, которые были червями повреждены, слизистые области слизистые. И состояние организма станет лучше. Но можно сказать, что в какой-то мере он будет поддерживать организм тогда, когда у человека будут черви. Но сомневаюсь, чтобы он выступал в качестве глистогонного средства. Если, допустим, я вот сейчас точно не скажу, какое количество дубильных веществ содержится в иван-чае, сильно ферментированном. Так вот, если это содержание дубильных веществ достаточно большое, то этот иван-чай можно попробовать сделать в качестве клизмы. Сделать такой куст сильной концентрации, отвар, настой и проклизмиться там пол-литрами, допустим, этого иван-чая и посмотреть. То есть, если сильно дубильные вещества, вернее, много дубильных веществ содержится, то он может оказать глистогонный эффект. Ну да. А потом сделать УЗИ и посмотреть, не зачифирились ли там наши глисты. А то, может, уселись кружок. Да, все-таки кайфуют. Да, ладно, идем дальше. Анжела Шемшор. Мыло помогает избавиться от паразитов. А то была передача и рекомендовали руки мыть без мыла. Помнят люди, помнят, припоминают наши слова. Правильно, все верно. Руки в обычном состоянии, если они чистые, мыло применять не стоит. Но руки чистыми бывают не тогда, когда ты со скотиной пообщался. Если ты пообщался со скотиной, если ты пообщался с домашними животными. Если ты, скажем так, угомонил зуд в области анального отверстия, то эти руки чистыми уже назвать сложно. Поэтому здесь можно применить какой-то щелок. Какое-то, может быть, натуральное мыщее средство. Чистые руки – это когда ты, собственно говоря, можно сказать, по дому ходишь, нигде особо ничего не пачкаешь. Но, тем не менее, ощущаешь, что что-то уже на руках есть. Более того, на поверхности наших рук, вообще на руках, существует свой микробиом, то есть полезные бактерии. И эти бактерии являются первичным нашим барьером. Если мы руки моем без мыла, в большей своей части, то у нас эти бактерии множатся, они там сильные. И именно эти бактерии будут первичные преграды, которые встретят эти личинки или яйца паразитовые, возможно, которыми они будут уничтожены. Благодарю. Далее. Геннадий Романенко. Здравие сердечно. У матери сильный зуд со ступни до колен. Диагноз врача – экзема. Но потом начали опухать ноги. Слабость и озноб. Диагноз и метод лечения. Какой применить? Благодарю. Если начали опухать ноги, можно предположить, что там может развиться слоновость. То есть начнется такой лимфостаз, застой лимфы. Обычно такое бывает при наличии ленточного червя. То есть слоновость на ногах, когда вот все остальное тело, в принципе, нормально, но у человека вот такой вот огромный таз и опухшие ноги – это лимфостаз, нарушение движения лимфы. И вот жизнедеятельность червя вот таким вот образом оказывает влияние. Лечение, ну, нужно проводить терапию против ленточных червей. В передаче мы уже рассказывали способы удаления ленточных червей. Послушайте и попробуйте применить. Также здесь необходимо определить, сколько человек пьет жидкости. Бывает так, что если человек жидкости употребляет мало, то организм начинает ее запасать. Поэтому необходимо проверить, в каком состоянии выжить на системе почки и, по возможности, количество употребляемой жидкости увеличить. Необходимо делать массаж живота для того, чтобы основные лимфатические узлы и части, находящиеся в брюшной полости, их размять, разогнать, прежде всего, лимфу в брюшной полости в животе и затем потихонечку делать лимфодренажные массажи на ногах. То есть, опять же, начать восстанавливать функциональность организма за счет разгона лимфы, за счет разгона, скажем так, застойной генозной крови и применять какие-то методы, которые уничтожили этого червя, если он там есть. А вот так вообще, сильный зуд, с чем он связан? Тоже паразиты, скорее всего, да? Сильный зуд – это загруженность, сильный зуд кожных покровов – это загруженность межклеточного пространства. То есть, организм начинает уже выделять через кожные покровы, поскольку он выделяет через кожные покровы токсические вещества, потому что токсинами являются отравляющие вещества, яды, токсики, да? То, естественно, проходя через кожные покровы, эти токсические вещества физически раздражают поверхность кожи. И именно это физическое раздражение и вызывает зуд. Хаврушечка задает очень важный вопрос. Что же с деревенскими сливками делать? Они очень опасны по сравнению с покупными. Иногда хочется вспомнить вкус деревни. Благодарю. Вы знаете, я вот с этим вопросом, со сливками пытался разбираться. И в одних источниках я, к сожалению, на себе, наверное, ну, к сожалению или к счастью, на себе не испытывал, вот я молочное не употребляю. Но пытался разобраться в этой ситуации. Вот некоторые авторы говорят, что самого вредного, я сейчас уже, честно говоря, не могу вспомнить, запамятовал, что самые вредные гадости, которые есть в молоке, насколько я помню, это лактоза. Лактозы в сливках нет. То есть в этом отношении сливки, конечно, лучше, чем молоко. Но сливки все равно при попадании в кишечник, они превращаются в ксерогель. То есть серую слизистую массу, которая обволакивает стенки кишечника и препятствует нормальному пищеварению. Поэтому ничего полезного в этом нет. В качестве продукта питания. Если разово вы хотите почиститься, что-то из себя, чтобы абсорбировать и вывести, тогда да, как лекарство полезно, а в качестве продукта питания нет. Ну вот, не даешь человеку хаврошечки хорошей вспомнить вкус детства деревни. Ну ладно, Анна Бондаренко. Фу, я и так ежедневно утюжу свою постель и белье. А теперь после таких симптомных фоточек, которые ты показал, вообще везде с утюгом буду ходить и утюжить всех и вся. Главное, чтобы не хлопать утюгом сильно по всем и всем. Да, представляешь такую возможность. Вот если в кровати не один спишь, а вдвоем. И если у второго, ну это гипотетически опять такая страшная история, у второго вот этот вот членник один или несколько от бычьевой цепни отсоединились, вылезли через анальный отверстие и ползут к тебе. Представляешь? Так, мне сейчас прям сразу передачу закончить или как? У людей же очень такая яркая фантазия может быть. Насматриваются какие-то фильмы ужаса, как там руки ползают, отрубленные за кем-нибудь, и все норовят куда-нибудь вползти в какое-нибудь отверстие. Ну, передача же как называется? Страшная правда. Ну вот надо же как-то оправдовать. Страшная. Страшная правда. Надо заставку будет сделать. Страшная правда. Юлона Стоянова. Вопрос эфира. Реплика эфира. Читала, что циста свиного цепня может очиститься в голове. И если она попадает в лобную долю, то у пациента наблюдается эпилепсия. Вот Юлона подхватила такой призыв страшности. Да, так и есть. Иногда их путают с раковыми опухолями. И человек думает, что это рак, и начинает ему трепанацию делать, скрывать, а там не рак, а вот это цисты. Оно хуже, в смысле, лучше от этого не становится. Вот. Более того, иногда такие штуки, они могут производить инфильтрацию, проникать в соседние ткани, разрастаться. В общем, ужасные вещи, конечно. Жутко-жутко. Кстати, вот этих вот цист, они могут пускать даже метастазы. Эти вот цисты могут пускать даже метастазы. Представляешь? Это не рак, но вот эта вот дрянь может пускать метастазы. То есть отростки от себя. На ночь глядя, слушайте наши эфиры. Будут сниться веселые сны. Торменс фон из Мир. Вопрос. А в глазах какие черви живут? И что для них деликатес? В глазах черви живут. Вот. Если мне ничего не изменяет, конечно, это таксокара. Что для них деликатес? Ну, что для них деликатес? Что ж там для них деликатес в глазах? Наверное, человек-то полностью слепнет. Наверное, что-то там разъедает. Ну, хрусталик они-то не сожрут. Ну, вот там вот эти вот мышцы, может, там как-то что-то разъедает. Там еще что-то. Нужно посмотреть справочный материал. Я думаю, знаешь, что какой-то один из видов червей, длинненький, такие тоненькие, они очень любят как раз в тканях вокруг глаза жить. Там же есть пространство. Вот. Они там ползают. Так им хорошо, приятненько. И вот один из видов червей, он как раз питается все, что должно поступать для питания мышц. И туда же выделяет все свои вот эти вот отходы жизнедеятельности. Получается, что мышца ослабевает и засоряется одновременно. И глаз нормально перестает работать. Тут может у тебя и косоглазие, тут у тебя, может быть, какая-то такая видимость опухоли появляться, когда якобы что-то уже начинает принудительно оттуда из глаза выводиться. Так даже выдавливать это можно. Или мышцы перестают работать, какое-то постоянное напряжение в глазу. То, что он маленький, очень аккуратненький, там ползает так, что его практически и не чувствует человек. Но если его уловить и накрутить на какой-нибудь предмет, будете удивлены, там сантиметров 8 бывают такие вот длинненькие, тоненькие-тоненькие, как волоски. Вот аскориды, личинки аскориды, они могут путешествовать где угодно и в глаз точно. И вот они могут и вот этой вот глазной жидкостью даже питаться. Видишь, как мы пугаем? Да. Так, ну дальше Андрей Чернов, Захар, здравия. Здравия. А можно ли всю эту дрянь устранить медикаментозно? И раз, и навсегда. Благодарю. Так это человек, измученный нарзаном. А всю эту дрянь медикаментозно раз удалить можно? На раз, скажем так, можно удалить. Она сдохнет. Но вот раз и навсегда медикаментозно не получится. То есть там, потому что медикаментозное лечение не преследует цель выздоровления пациента. То есть оно убирает симптомы. Симптомы — это в данном случае черви. Черви — это симптом на самом деле. Это не причина болезни, это симптом. Вот медицина уберёт червей. Поскольку причина появления червей останется, то через какое-то время черви появятся снова. Поэтому иногда в некоторых случаях, я об этом говорю, целесообразно воздействовать медикаментозно. То есть, скажем так, раз и всеобъемлющие черви убрать, а потом заниматься восстановлением функционала организма. Далее Ольга так смущается. А разве сырым мясом новая зараза не занесётся? Там всякие бактерии, например. Если их туда будешь, к низу прикладывать. Я думаю, тут, знаете, ещё есть какой момент. В противоглистной терапии здесь выбирается меньшее зло. Так всегда. Потому что любая противоглистная терапия, она сопровождается, ну вот кроме, допустим, внешней, может быть. А так всё, что внутрь принимается, оно всё токсичное. И наносится некий вред организму. Но он сопоставляется с вредом организму от червей, и поэтому видится его целесообразность. То есть здесь, возможно, правы, что там мясо гниёт, там микроорганизмы, если приложить, там какая-то часть этих простейших или грибков, там может перепрыгнуть. Но в сравнении с червями, по сути, это ерунда. И причём прикладывается кратковременно. Поэтому кратковременно можно. А постоянно там ежедневно, в течение полжизни, я знаю, ходить с русского гневого мяса, привязанного к заднему проходу, я думаю, тут, конечно, нехорошо. В следующем эфире мы вам, друзья, расскажем, как при помощи мормышки и кусочка мяса выловить из себя, например, там бычьего цепня. Просите, чтобы там что-то раздвинули, туда прям как в лунку опускаете и мормышите. Чувствуете клюнуло? Сразу подсекайте. Ну ладно, идём дальше. Кузнец, вопрос в эфир. Здравия, какова вероятность заразиться из солёной икры и рыбы? Солили форель и икру. Благодарю. Ну вот, Кузнец, попал. Давай рассказывай. Вероятность та, если плохо просолили. Если хорошо просолили, то всё стремится к нулю. А вот если плохо просолили, то там как? Значит, вот раньше использовали какой метод соли? Я его сам ещё мелкий был делал. Мы брали рыбу и прям вот солью забивали ей всё. И брод засовывали, жабры засовывали, там везде внутренности засовывали, там и так далее. А сейчас... Вот это безопасный метод соления. И потом её просыпали солью снизу, потом клали эту рыбку, потом сверху её солью просыпали, и потом подгнёт, чтобы она пустила сок, эта соль начала растворяться, проникать в ткани, вот, и чтобы она там ещё полежала недели две-три в этой соли. Вот это будет безопасная рыба. А сейчас же современный метод засаливания какой? Используют солевой раствор, и рыбу просто помещают в этот солевой раствор. Ну, конечно, какие-нибудь технологи мне могут сказать, что, в принципе, разницы никакой нет. Но на практике даже те, кто сейчас так делает, там, профессиональные продавцы вот такой рыбы или ещё, они говорят, что разница колоссальна и по качеству, и по срокам хранения, и по безопасности, и по вкусу, и по всему остальному. Поэтому если вы солили, ну, не знаю, допустим, ещё солевые растворы разные бывают, солевой раствор, который, к примеру, в котором икру делают, ну, я, конечно, не профессионал в этом, но я знаю, какой должен быть раствор для того, чтобы погибли паразиты. Так вот он должен быть таким, чтобы соль в нём перестала растворяться. То есть соль сыпете и мешаете до тех пор, пока она уже не растворяется. Пока растворяется, соль добавляем. И вот таким максимально концентрированным солевым раствором можно продезинфицировать, в принципе, любую биологическую субстанцию. В ней ничего зловредного не останется. Если раствор соли был меньшим, то тогда возможно. Понятно. В рот, в жабры и глаза, говоришь, соль сыпать, да? Нет, не в глаза, в попку. Нет, я в рыбе, я имею в виду. В рыбе, да, в попку тоже. Попадёшь ты в рыбе, этот самый ад, за издевательство над живыми существами. Ладно, Сергей Кустов. Арират, сметана, простокваша и творог, по словам Максименкова, имеют большое количество молочных бактерий, и эти продукты имеют ощелачивание на организм, быстро усваиваются, здороваются и так далее. А вы говорите, что творог и другие молочные продукты вредны. Начнём. На чём основано ваше мнение? Моё мнение основано, во-первых, на том, что молочнокислые бактерии – это, во-первых, не естественные бактерии нашего организма. Это вспомогает. Это раз. У человека свои виды бактерий, причём в зависимости от того, чем он питается, они разные. Но это не человеческие бактерии, это сторонние микроорганизмы, которые могут нам помогать, и для этого мы их туда засовываем. Но это не наши микроорганизмы. Это для нас своего рода очередной костыль. Что такое костыль? То есть когда мы не можем что-то делать самостоятельно, мы используем этот костыль, на него опираемся и идём дальше. Так вот, если у человека, собственно, микрофлора хромает, количество этих полезных бактерий, сапрофитов, собственно, недостаточно, мы начинаем засовывать туда, к примеру, те же самые молочнокислые, для того, чтобы они начали играть на нашей стороне и выровняли этот баланс. Но при этом нам потом, впоследствии, придётся всю жизнь сидеть на этих молочнокислых бактериях, постоянно сидеть на этой сметане, на тваре и так далее, употреблять молочное в пищу. Хотя без молочного, как продукты питания, человек на самом деле будет более здоров. Прочти, пожалуйста, ещё раз вопрос, я забыл все нюансы этого вопроса. Кто-то Максименко. Ну, Виктор Максименков – один из наших сказителей, рассказчиков, авторов, и он тоже такой следователь, разносторонний. А, на чём основано моё, значит, на практике, в своей практике приходит ко мне, допустим, пациент, жалуется на какие-то недуги, да, то болит, то болит и то болит. Допустим, сугубо лично, не вдаваясь в какие-то биохимические составляющие этого процесса, я прошу этого человека прекратить приём вот того, о чём вы сказали. И особенно, когда этот человек с проблемой выделительной системы, особенно, когда этот человек с проблемой кишечника, он каким-то образом выздоравливает. Я вам больше скажу, что при правильно произведённом массаже живота входит любой дисбактериоз без стороннего вмешательства. Любой. Потому что в кишечнике создаётся такое состояние, такое качественное условие, что полезная флора наша начинает размножаться с бешеной скоростью, просто уничтожает всю вредоносную. Когда мы восстанавливаем венозный отток вот этих вот всех кишечных венозных сосудиков, там мы делаем так, чтобы кровь циркулировала хорошо, среда становится там щелочная, они начинают там плодиться с бешеной скоростью. И нам не нужно опираться на какие-то дополнительные чужеродные вот эти вот бактерии, на самом деле. Всё, что нужно человеческому организму, у нас уже есть. Нужно эти ресурсы стимулировать. И тот же самый массаж живота, он эти ресурсы очень-очень даже хорошо стимулирует. Что касается, допустим, сметаны, там ещё такой вопрос, я сам её иногда употребляю, немного, но иногда она приятная на вкус, и там вроде бы полезные нам микроэлементы. Но вот что касается творога, то это даже не моё мнение. Если вам будет интересно, а у меня будет как-нибудь свободное время, я вам пришлю исследования учёных, которые там писали свои труды, книги, они там тоже вот исследовали и установили, что творог, он ничего, собственно говоря, кроме абсорбии, то есть абсорбирует на себя массу микроэлементов, причём было установлено и не одним специалистом, что творог выводит из организма кальция гораздо больше, чем приносит, абсорбирует на себя йод, магний и так далее. И добавляет в организм вот этого ксерогеля, который обволакивает стенку кишечника. Это, собственно говоря, не моя выдумка. Это результат трудов ещё в Советском Союзе. Вот современные учёные, у меня к ним отношения своеобразные, потому что там может быть коммерческий подвох. Но вот те исследователи, которые были и трудились в Советском Союзе, это были фанаты своего дела. Они досконально изучали всю эту проблему. И у меня есть книги тех учёных, которые вот как раз-таки об этой проблеме пишут. Их словам я доверяю, плюс я это проверяю на своих собственных пациентах, я это проверяю на себе, я это проверяю, не проверяю, я это вижу на своей семье. Когда ребёнку перестаёшь давать молочное, он перестаёт болеть простудными заболеваниями. Ну, может быть, так можно ответить на этот вопрос. Валерий, реплика. «Вся эта борьба, как с ветряными мельницами, пока человек не изменит среду своего организма с кислотной на челочную, паразиты так и будут жить в нём». Об этом уже говорили. Русич, вопрос эфир. Может, у червей есть примитивное астральное поле, и они так на нас влияют через наше биополе? Конечно, это и есть. Более того, черви — это лишь внешнее физическое проявление чего-то большего, не физического. Вот, к примеру, по поводу червей такой информации у меня не было, но я в этом уверен. А вот что касается вирусов, то проводились, не то, что проводились исследования, в общем, был там один случай, когда из кулапов попал человек с такими явными признаками одержимости, какими-то паранормальными способностями, они начали изучать его, взяли анализ крови, и оказалось, что у него в организме неизвестный вирус и повышенное число электролитов, то есть количество металлов. То есть человек был одержим, у него в крови содержался вирус. И я вот лично считаю, что любой вирус, который у нас есть в организме, это, можно сказать, внешнее физическое проявление чего-то нефизического. Допустим, как мы люди, у нас есть физическое тело, у нас есть нефизическое тело. На физическом плане мы проявляемся так, на нефизическом плане мы проявляемся там иначе, многомерно. Точно так же и другие существа могут проявляться разным образом, на физическом плане, на нефизическом. Когда мы говорим, что вот черви, этот вопрос, к сожалению, нет перед глазами, формулировку вопроса не могу воспроизвести. И вот эти черви, они точно так же могут быть проявлением в этой мерности какой-то сущности, которая может быть там и большего масштаба, и там другого характера, но вот в этой мерности проявляются они таким образом. Те же самые какие-то лярвы, те же самые, не знаю, бесы, кто угодно, на физическом плане воздействие на организм человека могут проявляться так, в виде червей. А на нефизическом плане, возможно, они оказывают совсем на какое-то воздействие иного порядка. Может быть так. Понятно. Далее. Женя Макарова. Уважаемый Рерат, понятно, что черви живут в луковице волоса. Хорошо мужчинам. Я знаю, как избавить волосы от паразитов. А женщине как? На лосостричься я не готова, а волос стало меньше. Не желаю мериться. Я вегетарианка, 18 лет при этом. Что посоветуешь? Ну, я хотел бы саму, скажем так, присказку вопроса немножко изменить. Почему? Потому что волосы, я так понимаю, что там идет выпадение волос у женщины, волос становится все меньше, она хочет остаться с волосами. Я тоже так понял. Она считает, что волосы у нее выпадают из-за того, что туда залазят паразиты. Так вот, скорее всего, нет. Есть такой эффект, который был установлен, что поскольку на голове присутствуют кожные покровы и вот эти сальные железы на голове тоже являются частью выделительной системы, то через них начинают выделять токсины. И эти токсины попадают в волосяную луковицу. И волосяная луковица погибает именно из-за наличия токсина, то есть отравляющего вещества, которое организм и себя хочет выкинуть, но не из-за червя. И здесь для того, чтобы восстановить упадение волос, необходимо наладить работу выделительной системы и почек в частности. У женщины в организме, по всей видимости, накопилось большое количество отравляющих веществ, продуктов клеточного обмена, каких-то распадов каких-нибудь, может быть, червей, мертвых микроорганизмов, бактерий, мертвых вирусов. И организм захлебывается и не может это все вывести. Может, в воде она мало пьет, почками не хватает силы. Может быть, у нее кровь плохо движется, может, она густая, перекачивается тяжело, ПА у нее кислотный. Может быть, у нее лимфа, лимфатическая система перегружена, она не может из себя истрогать все это. Здесь нужно разбираться комплексно. А так просто, что там паразит в луковице волосяной живет и из-за этого вся проблема, так сказать, это очень примитивно, очень просто. Ясненько. Идем дальше. Юрий, стоматолог, тебе задает вопрос. Мы с родственниками переходим на сыроедение. Сейчас жуткое газообразование. Как избавиться? Жуткое газообразование при переходе на сыроедение говорит еще о нарушении тока желчи. Дело в том, что, в принципе, газообразование, оно в каком-то уровне человека может быть. Если оно жуткое, то это говорит просто-напросто о большом количестве болезнетворных бактерий. в организме и из-за этого происходит газообразование и из-за нарушения тока желчи. Потому что желчь, когда оттекает, она, в принципе, все это, ну, не все, но часть патогенной флоры уничтожает и газообразование становится меньше. И поэтому при переходе на сыроедение нужно подобрать те продукты, от которых вас не кучат. Такие продукты обязательно найдутся. Вот. И пока переходный период быть на них. Плюс необходимо нормализовать отток желчи. При сыроедении это делается с обычным потреблением в пищу какой-то горечи с самого утра и при каждом приеме пищи. Мы здесь рассматривали вариант с употреблением щепотки полыни в каждый прием пищи, ну, или чайную ложку. Вот перед тем, как что-то принять в себя, съешьте вот эту вот чайную ложку горечи и желчье отделение будет восстанавливаться, газообразование станет меньше. Вот. Плюс еще газообразование у вас, тут еще нужно разобраться, то есть то ли вы часто пукаете, то ли у вас живот вздувается. То есть если живот вздувается, то возможно проблема в кишечнике. Вот. Если именно часто пукаете, то здесь, конечно же, из-за большого количества болезнетворной бактерии. Ну, может быть, и глисты быть. Ведь если вы, допустим, были мясоедом, сейчас переходите на вегетарианство, то вполне возможно, что какая-то часть, конечно, этих глистов погибла, от этого идут какие-то вот эти вот сернистые газы. Потому что что такое газы, газообразование? Это ядовитые вещества, сернистые газы, которые, по сути, нас отравляют. И если в организме долго стоит вот этот газовый пузырь, то, собственно говоря, суточный запас витамина В уничтожается посредством. И газовые пузыри человека на самом деле отравляют. Такое же отравляющее вещество, как и прочие токсины. Поэтому можно сказать, что у вас по каким-то причинам в организме образуются отравляющие вещества при взаимодействии вас и пищи. Подбирайте пищу при взаимодействии с вами, которая не будет выделять из себя вот эти вот отравляющие вещества. Здесь переход не просто на вегетарианство, а на сыроедение. Я думаю, что, во-первых, бактерии, которые нужны для переработки сырой пищи еще не сформировались до конца, а потому что вегетарианство подразумевало все-таки, скорее всего, и вареную, и жареную пищу, а бактерии сыроедческие, они несколько другие, они отличаются. И поэтому нужен какой-то переходный период для того, чтобы эти бактерии были взросшены, чтобы сырую клетчатку перерабатывать. Если эта сырая клетчатка не перерабатывается нормально, то в этом случае газообразование достаточно сильное будет, потому что при варении какой-то зелени, каких-то овощей, там как раз клетчатка разлагалась, и бактерии другие, они перерабатывали. А тут бактерии остались, а вы употребляете теперь уже неразложенную клетчатку. Вот, это один из вариантов. Поэтому здесь нужно или пересмотреть рацион, то есть употреблять сначала ту пищу, которая, ну, скажем так, легче переваривается, или хотя бы совместима с теми бактериями, которые есть, и потихонечку, по чуть-чуть добавлять уже другую пищу, от которой у вас сейчас газообразование происходит, производится. Так что не все сразу и не все за раз. Это процесс достаточно долгий, и за неделю, за две он вряд ли пройдет. Но со временем бактерии будут заселяться в вашем организме, и уже они будут переваривать ту самую пищу в сыром виде и клетчатку, от которой сейчас газообразование происходит. Ну, вот как-то так, наверное. Далее, Ёлка-Иголка, вопрос в эфир. Слышала от бабушки историю, как они в молодости у одного солдата червя из желудка выманивали, и ему пришлось над парным молоком с открытым ртом несколько часов стоять, и напротив рта еще зеркало ставили, и этого черня, червя, нельзя было руками трогать, а то он раздувался и мог задушить человека. Оказывается, не только ты, мастер, страшилки рассказывать. Да, это вполне возможно, вполне возможно, но, в принципе, да, у червей есть такая особенность, но это больше у кольчатых червей, то есть у круглых червей. Когда его трогаешь, вот, например, пиявка тоже червь-кервосос, но она живет снаружи, в принципе, полезная, но такой же, в принципе, очень сходная с глистами штука, так вот, ее когда трогаешь в одном месте, она в другом месте как-то начинает собираться, расширяться или наоборот истончаться. Такое могло быть, то есть если вот он из пищевода, допустим, вылез, потом пошел в горло и через рот, если его схватить, он, конечно, мог расшириться вот в области горла и прекратить, конечно, подачу воздуха. Я думаю, что это правда, а то, что через рот выманивали червя, об этом известно, об этом даже написано в одной из там древних книг о том, что человека положили и его, то есть как лечили в древности от этого, от цепня. Плали человека, ничем не кормили, поили только его водой и в изголовье ставили чашку с молоком. Вот, и человек лежал, 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 до тех пор, пока вот уже он не обессилит и в конце концов, когда он уже практически полностью обессилел и чашку с молоком постоянно как-то обновляли, то есть туда новое парное молоко, свежее подливали в какой-то период и червь на это парное молоко изо рта у человека вылазил. Действительно так было. Вот смотри, сколько раз мы уже сказали про парное молоко, про мясо и так далее, и все это связано с червями. Да. Но если вот многие есть люди, которые говорят, да зачем вы нам рассказываете про какой-то там сыроедение, зачем нам рассказывать про какое-то вегетарианство, ну вот просто задумайтесь, если вы положите морковку, сколько ни голодайте, червь на эту морковку даже не позарится, потому что эта морковка его питать не будет. А если вот вы, например, молочко поставите парное или приложите куда-то творог или мясо поставите сюда или туда, то червячки с радостью будут туда выползать. Но вот если просто логику включить, как вы думаете, что получается, когда вы употребляете достаточно большое количество мяса или молочных продуктов, кого вы кормите-то в первую очередь? Потом бежим в магазины, таблетки покупаем и начинаем обсуждать с какой последовательностью, через какой срок их надо пить, в каком количестве. Идем дальше. Сергей Кустов в эфир. Арерат. Низкочастотные магнитные поля как будут влиять на паразитов? Там чего-либо известно об этом? Вам чего-либо известно об этом? Ну, низкочастотные магнитные поля, да, я думаю, любые поля такие нейроинформационные не могут влиять на живые организмы. Возможно, это может вызвать эти смерти. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки был такой гениальный человек, фамилия американская запамятово. Он изобрел прибор, который при помощи генерирования различных полей мог излечивать рак. И он в течение там 90 дней, Ральф, в качестве фамилии, Рауш, как-то так, и он в течение 90 дней излечивал, в принципе, любые формы рака при помощи облучения человека различной частотности этими полями. Поэтому я думаю, что если правильно подобрать частоту, то, конечно же, все эти паразиты сдохнут. Плюс если мы настроим вибрации собственного тела правильным образом, то тоже эти паразиты все, в принципе, сдохнут. Это говорится о моментах просветления. Человек раз с единым моментом достиг просветления, осознал, кто он такой на самом деле, где он находится. И тут же все эти вибрации у него изменились моментально, можно даже сказать моментально. Все это внутри него сдохнет, причем абсолютно безвредно для него. Ведь наше физическое состояние это есть всего-навсего лицетворение нашего образа мысли, то, как мы мыслим. Потому что как мы мыслим откладывается, соответственно, вернее, так мы и живем. А как мы живем, таким образом мы эксплуатируем наше физическое тело. Потому что поэтому наше физическое здоровье есть не что иное, как отражение всего-навсего нашего мышления. А наше мышление есть отражение того энергетического баланса, который в нас есть. То есть наше мышление есть отражение уровня спектра наших вибраций. Поэтому если мы начнем вибрировать определенным образом, то любая нежить, которая у нас есть, любая дрянь, она просто не сможет там существовать, как не может человек жить на раскаленной сковороде, наверное. Валерий написал, правильная музыка очень хорошо выгоняет паразитов. Вполне. Анна Бондаренко, вопрос в эфир. Какие нужны анализы для определения наличия паразитов и червей? Можно ли по волосу или ногтю определить их наличие? Вероятно, можно по волосу определить их наличие, потому что я знаю, что волосы берут на исследование для определения токсичных веществ, наличия токсичных веществ в организме. В волосах это все откладывается, все токсины. Конечно, по волосу, я думаю, можно. Вот по поводу ногтей я здесь не скажу. Я не являюсь экспертом-микробиологом, который может об этом во всем сказать. А по поводу средств определения я уже говорил. Можно, в принципе, сделать общий анализ крови и посмотреть число эозинофилов. Если эозинофилов больше нормы, то можно предполагать в значительной мере большую долю вероятности, что есть висная инфекция. Хорошо. Дальше. Ёлка-иголка, вопрос эфир. Продолжение. А еще в школе рассказывали, как у девочки одной изо рта прямо на уроке вылезли черви, и она чуть-чуть не задохнулась. Ей помогла учительница, вытягивала их. Так что же это такое? Ну, что это такое? Если черви уже лезут из горла, значит, скорее всего, им нет недостаточно питания, там клубок уже в кишечнике. Так иногда бывает, что черви начинают мигрировать, особенно, к примеру, аскориды начинают мигрировать по организму, и они таким мигрировать клубком. Ряд пациентов попали из-за этого в психиатрические клиники, когда они рассказывали, что у них периодически появляется блуждающая опухоль в животе. И на консилиуме им рекомендовали обратиться к психиатру. Они, обращаясь к психиатру, их прятали в психиатрические лечебницы. Вот иногда бывает такой эффект, когда миграция этих червей, они в клубочек в такой раз, и вот этим клубочком движутся по кишечнику. И если из тонкого кишечника, вполне возможно, что этот клубочек через двенадцатиперстную кишку, через желудок, по пищеводу, пытался подняться куда-то в горло, в ротовую полость, для того, чтобы продолжить свою жизнедеятельность там. И вот этот момент вы застали. Место в зубках застряло, и они устроили сезонную миграцию. Ну и через горло полезли. Не смех смехом, но штуки-то опасные на самом деле. А плюс еще один момент, я забыл, что аскориды сами по себе, они же достигают половой зрелости в легких, а потом из легких по дыхательной трубке они поднимаются вверх в лодку. И затем для того, чтобы они снова попали, человек должен снова проглотить. Может быть, был такой момент, когда их большое количество из легких по каким-то причинам сразу устремилось и хотело попасть в пищевод. Но у девушки вместо сглатывания мог возникнуть рвотные рефлексы, поэтому они полезли туда. Вот могла быть и такая ситуация. Да. Далее, Кузнец. Если паразиты чему-то учат человека, то те, что проникают через кожу ног, учат не ходить босиком? А как же племена людей природы, далекие от цивилизаций? Учат не ходить босиком человека современного, изнеженного. И учат не ходить босиком по мусоркам, по каким-то, по отхожим местам. Потому что, если человек здоров, если у него здоровая кожа, здоровая кровь, даже если эта дрянь куда-нибудь попытается прицепиться, ее там ошпарит, и она отвалится. А больному человеку ходить по каким-то загаженным природным местам, скажем так, потому что у нас сейчас из-за вот этого обилия автомобильного транспорта и еще тому подобное, там меньше чем 800 метров от дорожного полотна ничего полезного нет. То есть нужно уходить там подальше. Вот. И железнодорожное полотно примерно то же самое. И вот эти вот все лышки и тому подобное. В здоровом месте, в хорошем месте можно, в принципе, здоровому человеку смело ходить. А если болен, то нужно предостеречься. Так всегда было. Если болен, нужно предостерегаться. Здоров, пожалуйста. Поэтому нужно определить свою степень, то есть качество свое. Кто-то больной. Вернее, не то, что больных, воры, да, или же вот здоровый человек, здравый, скажем так. Если здравый, то ходи, не бойся. А если болящий, то, конечно, сначала поправь здоровье. Здоровый, иди босичком на лужайку, а больной, иди в поликлинику для опытов. Посиди в очереди. Идем дальше. Анна Бондаренко. Захар, а какие специи, скорее всего, специи работают с кандидой и червями? Слышала про корень джинджера и карри. Корень джинджера я вообще первый раз услышал такое название. Карри, наверное, помогает, куркума хорошо помогает, имбирь хорошо помогает, черный красный перец хорошо помогает, гвоздика хорошо помогает. Гвоздика, наверное, из этого перечня лучше всего помогает от плесневых грибов в желудочно-кишечном тракте. Есть еще ряд экзотических специй. Чеснок в виде специи хорошо помогает, высушенный, перемолотый. Еще зира помогает, хильбы, пожитник, то есть их много на самом деле. Главное, чтобы они все были горькие. Те, которые горькие специи, горькие острые, они помогают очень хорошо. Так что побольше горького и острого. Вот еще тройчатка дополнения. Это можно. Анжела Шемшо. Березовые почки когда нужно собирать для лечебных целей? Березовые почки надо собирать тогда, когда они еще не разродились ничем этими сережками или листиками. Вот тогда их и собирать весной в период сокотечения. Как сок начал течь, почки появились, вот тогда можно березовые почки собирать. Вот. Если вы имеете ввиду березовые брунки, то когда они еще высохнуть не успели. Вот. Если маленькие листики, еще очень полезны березовые маленькие листики. Вот только свежие маленькие. Вот как появились, так и собирайте Собственно говоря, осенью Березовых почек не будет, летом тоже То есть пока есть березовые почки Собирайте, чтобы они свежие будут Вот Максим нам не очень подсказывает Джинджер, это и есть имбирь Ну, хорошо И Ирина тоже тут По-английски, да, джинджер? Ну, я уж не знаю по-английски, либо как-то еще Но суть в том, что джинджер равно имбирь Так что мы с тобой, неучи Сегодня не только говорили что-то Но и познавали что-то Валерий, реплика в эфир Все продукты и травы, которые советуете Они, конечно, помогают Но те, что выращены и или Собраны самостоятельно А тем, что у нас продается Можно и отравиться еще больше Это верно, бывает такое Ну и в заключение Юлона Стоянового Вопрос в эфир А при лактации не опасно для малыша Чиститься? Не будут ли яйца гельментов В молоко попадать при эвакуации? Не-не-не, при лактации никаких вот таких вот действий делать не надо Потому что, во-первых, не то, что там молоко Я вроде бы говорил, что беременность, но не упомянул, что там прикормление При лактации тоже не нужно Потому что с молоком, с молоком матери все эти токсины Будут попадать к ребенку и может быть отравлением Поэтому при лактации нельзя этого делать При лактации не нужно пить касторовое масло Потому что там тоже содержится клещевина Она относительно токсична Вот не нужно этого делать В общем, при лактации один способ Берете творог, ну и по назначению его применяете Или горшок с молоком Да, или горшок молока туда, прямо из-под коровы И садитесь, и целый день с этим горшком привязанным ходите Ну или бутылочку привязывать там кому Или может куда-то по резьбе вкрутить Я уж не знаю У нас народ какой-то, ну, сообразительно Я думаю, придумают что-нибудь Ну ладно, смех смехом Но вот мы подошли уже к заключительным минутам нашего эфира И я предлагаю тебе подвести итог сегодняшней нашей встречи Благодарю за предоставленную возможность В качестве подведения итога Я хотел бы сказать о следующем Что те паразиты, которые содержатся внутри нас Это, конечно, наши враги Но они не главные враги Главные враги каждого человека Это, по сути говоря, мы сами себе паразитами становимся Когда перенимаем какой-то неправильный образ жизни Образ мышления паразитарный, скажем так Когда мы начинаем жить сами паразитарным способом То мы сами, по сути, становимся двуногими паразитами И вот это, наверное, хуже того, чем те, кто у нас живут И еще более хуже того, что мы, когда находимся в таком состоянии Перестаем различать и распознавать внешнее паразитарное воздействие Которое на нас оказывается со стороны окружающего Скажем так, внешней среды Со стороны внешней среды А это очень важно И когда внешние паразиты оказывают на нас влияние из внешней среды То мы забываем, кто мы, что мы И начинаем жить на автомате И в качестве подведения итога сегодняшней передачи Я хотел сказать, не то, что пожелать Я был бы очень рад Когда бы осознанность жизни каждого из нас И моя в том числе, и других Повысилась хотя бы за счет того Что когда мы убрали из себя Вот эту вот дрянь, допустим А сегодня мы с Алексеем немножко научили вас Если бы мы смогли Допустим, вы смогли убрать из себя эту дрянь То вы бы, по сути, смогли бы посмотреть на мир иными глазами Потому что покуда эти твари у вас есть Вы все равно будете смотреть через призму их глаз Они будут, как уже говорили тут на эфире Немножко контролировать Немножко вас направлять Немножко там что-то блокировать И вы, по сути, будете не вы Поэтому избавляйтесь от паразита Вы смотрите на мир новыми глазами Успехов всем Присоединяюсь к твоим пожеланиям и добрым словам А мне остается в заключении от себя сказать вот что Паразиты в теле человека Сказитель, автор Захар Белинский Ари Рад Напоминаю, что с доктором мы встречаемся В начале каждого месяца В первый вторник Поэтому, если какие-то у вас есть вопросы То заготавливайте заранее Присылайте Будем строить по этим вопросам программы Также не забывайте, что есть уже целая подборка Эфиров с Захаром Белинским У нас на Ютубе И Захар у себя тоже имеет Ютуб-канал, насколько я понимаю Где он выкладывает что-то И у него еще социальная сеть Где можно заходить, вопросы задавать Не стесняйтесь Давайте вместе делать мир лучше Если вдруг этот эфир вам понравился И вы чувствуете, что через него можно улучшить мир Помочь своим близким, знакомым, друзьям То не стесняйтесь Сделайте доброе дело Просто сообщите об этом эфире Тем, кто вам дорог Потому что если вы никому не будете сообщать То об этом никто и не узнает А у нас очень интересно получается Что-то плохое и нехорошее Очень активно муссируется Очень активно подается А вот почему-то доброе Как-то так думают Ну оно же доброе, само мать прорастет Но вот сегодня пришло время Наступило такое время Когда добру надо помогать развиваться И двигаться с песней по планете всей Для того, чтобы жизнь изменилась к лучшему На СИМ я с вами прощаюсь Напоминаю, с вами был Народное Славянское Радио Алексей Орлов Захар Белинский-Арерат До новых встреч, друзья мои Увидимся и услышимся Быть добру Народное Славянское Радио Пора просыпаться Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова